Куда? Куда? Кадры, на которых из автозака в зал суда ведут Олега Мышнинова, единственные, где видно его лицо. В зале суда он сидел, закрывшись листком бумаги. История, из-за которой ему стыдно, занимает не один том уголовного дела. Это видео снято следователями во время проверки показаний подозреваемого на месте. Познакомился он с убитым случайно, увидел рядом с магазином побирающегося мужчину, любители горячительных напитков быстро нашли общий язык. Выпивали вместе. В тот злополучный день хозяин дома допился до галлюциногенного бреда. Сначала пытался разговаривать с умершей матерью по выключенному телефону, а потом начал выяснять, откуда в доме гость. Олег Мышнинов, недолго думая, схватился за топор. Сначала зарубился бутыльник, а потом пошел в комнату к его отчиму. Испугался, что, как сказать, что в полицию на меня заявят. То есть с какой целью вы сюда пошли? Ну, как свидетели, удалители. Тела убитых нашли спустя несколько дней. Обнаружила соседка, которая заметила, что в их дом постоянно открыта дверь. А через некоторое время сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины и его отчима. После убийства подозреваемый выбросил топор в выгребную яму уличного туалета, чтобы скрыть следы. Однако это не помогло. Через два месяца топор нашли следователи. Удалось обнаружить и улики на нем. С помощью самого современного оборудования и технологий, которые имеются, было установлено на орудие преступления не только наличие следов крови погибших, но и биологический материал самого подозреваемого. Свою вину подсудимый полностью признал. Однако прокурор за такое зверское убийство попросил для него наказание в виде 17 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Олег Мышнинов будет обязан выплатить родственникам моральный ущерб – миллион рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».